Всем добрый вечер, меня зовут Светлана, я инфицирована коронавирусом и сегодня шестой день со дня госпитализации в данную частную клинику. Чувствую себя лучше, есть положительная динамика, меньше хрипов, единственное при отхаркивании боль в груди. Дома ситуация под контролем, муж в изоляции, он в комнате, в отдельной комнате. Да, еще раз говорю, их не тестировали, просто меня многие снова спрашивают, я вроде уже ответила в предыдущем видео. Сегодня хотела поговорить о моей жизни в больнице. И прежде всего хотелось расстроить тех, кто считает, что... Те, кто не верит, извините, в то, что происходит со мной. И вот здесь, значит, у меня уже бумага, я фото прикреплю, где черным по белому написано, что у меня пневмония вызвана коронавирусом. Вот. Значит, теперь про то, как проходит мое будни. Живу я в палате, здесь одна, меня не выпускают, мне запрещено выходить. Вот, значит, температура здесь комфортная, чистая, опрятная, туалет, душ, все есть. Да, значит, форма одежды, у меня халат, мне нельзя свою одежду носить. Меняют каждый день и халат, потом утилизируют старый. Далее, постель меняют каждый день, ну, ежедневно меняют. Да, и... Теперь перейдем к самому главному, к лечению, да. Значит, три раза в день я измеряю температуру, давление, достаток кислорода, я не знаю, как по-другому это назвать. Вот. И ставят капельницы с протестамолом. И три раза в день. И один раз в день, там, 500 мл капельницы левофлоксин называется, антибиотик. Три раза в день я пью отхаркивающее средство, которое называется фламуцию. И также я, мне делают уколы, они называют на испанском гепарина, но когда я спросила, для чего, они сказали, что он разжижает кровь. Это для улучшенного кровообращения, в силу того, что я ограничена здесь, ну, ограничено в движении. Вот. Очень, кстати, болючие такие, живот колет. Вот. Что касается, а, еще мне принесли игрушку, такую, в дыхательной гимнастике. Цель удержать вот эти шары наверху. Примерно как это выглядит, после чего я начинаю тут кашлять, потому что, ну, как бы, третий шар нужно поднять, он у меня пока не поднимает. Не знаю. В общем, как-то так. Дальше. Про дезинфекцию я хотела уже сказать. Три раза в день проводят дезинфекцию медсестры. И особенно в эти моменты у меня начинается веселая жизнь, потому что первым делом они заходят, наносят мне удар по моему обонянию. Ну, они везде опрыскивают этим средством, и средство очень вонючее, хлорка просто отдыхает. Вот. Значит, медсестры все стараются делать, и они их подвоза ходят, стараются делать очень быстро. Одна мотает, падает, другая все протирает. И, то есть, почему все быстро-быстро, они боятся моего кашля, я это уже заметила. Он сейчас для них, мне кажется, страшнее смерти. Вот. Прежде чем войти, значит, ко мне, они говорят, ну, то есть, обозначают свое присутствие, говорят, Светлана, понты ты москорей, обороты винта, ну, что означает, Светлана, оденьте маску, откройте окно. Вот. Значит, бывают разные вообще медсестры, если просто записываешь, быстро рассказать. Общительные, бывают такие немногословные, и поговорить-то хочется. В общем, я однажды зашла медсестра такая, ну, я заметила, что она в возрасте. Вот. На ней, вот, честно, не было лица. Она была, ну, то есть, как будто ее здесь, знаете, ждет жестокая казнь. На мои вопросы она вообще не отвечала, она просто кивала головой. Вы ни в каком случае не думайте, что я как-то глумлю над ними, но просто меня это делает, я себя чувствую монстром, вот, когда так, ну, не отвечают и так далее. Я как раз выпила от харка еще и средства и начала кашлять. Самое интересное, что было потом, я, она просто со скоростью света, она не закончила уборку, со скоростью света пули вылетело отсюда. Отсюда только, как говорится, сверкали пятки в бахилах и в белых. Ну, в общем, как-то так. Так, правила здесь меняются каждую, каждую минуту, то есть, до этого у меня брали, они приносили мне здесь бумагу, я там писала, что, ну, меню на следующий день, да, что я хочу кушать. И до этого они просто, ну, взбирали его с собой, выносили. Вчера, значит, нашла медсестра, говорит, вы знаете, мы не можем выносить бумагу, мы, вы ее выкинете в мусорку, мы потом сожжем. Потом ваш, вы знаете, да, что ваш мусор сжигается, на что я сказала, ну, да, без проблем. Она зашла и начала диктовать листа другой медсестре через дверь, на что я была очень удивлена, потому что у меня в палате есть телефон. И, то есть, мне могут набрать на телефон и спросить, зачем вот этот лишний риск, когда они боятся, я так и не поняла, на самом деле. Вот, хотелось закончить это видео на позитивной ноте, каждый раз в 20.00. Я слышу, как аплодируют медикам благодаря за их борьбу. Я тоже их благодарю. Я сегодня провела интервью с медсестру, я спросила, боятся ли они ко мне заходить. Она сказала, да, мы боимся, и я спросила, а почему, она говорит, потому что все неизвестное внушает страх. Вот, я несколько раз их поблагодарила. В общем, смотрите ролик. Привет, я с медсестру, я хочу спросить, что у больницы есть страх, и как вы чувствуете это, как вы чувствуете это? Все, да, они немного страх. Да, хорошо, но я хочу сказать, что очень спасибо, и я понимаю, что это очень трудно, чтобы у вас приехать здесь. Я знаю, я знаю, потому что они говорят, что у них нет лечения, и как это работает, и что это очень опасно для больших людей. Спасибо большое.